Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Буквально вчера я радовалась тому, что у меня распустились нереально три красивые орхидеи. Они как будто, я не знаю, взрыв, красок, яркие, красивые, такие, знаете, пульсирующие. Каждый цветок индивидуальный, каждый не похож на предыдущий. Очень красивые. И, конечно, я была безумно рада тому, что орхидея из ящика, которую я реанимировала, у нее была плохая корневая система, поломанные листья, она оказалась прекрасной орхидейкой Микки Кроун. У меня уже несколько лет есть аналог на Микки Кроун, вот тоже такой яркий, красивый, обалденный. И все три орхидеи, включая Арксерея, у меня зацвели одновременно. И я так ими любовалась, все время вокруг них крутилась, они были все время у меня на виду, и я старалась вам тоже часто их показывать, потому что они реально очень красивые. И сегодня, я думаю, возьму и покажу вам в очередной раз своих красоточек, поснимаю видео. Кстати, сейчас я стараюсь чаще снимать короткие ролики, которые называются шоцы. И, думаю, с названием орхидейки поснимаю. И я, собственно, иду к своей орхидеи Арксрей и вижу у нее огромное черное пятно на шее. И оно образовалось буквально за два дня. Вот, получается, вчера я к ней не подходила, а сегодня у нее вот такое уже огромное пятно, потому что три дня назад я ее снимала, и вот этой желтизны и вот этого черного пятна точно не было. Ну, что я могу сказать? Я попытаюсь его реанимировать, у него очень много хороших корней, возможно, даже придется сейчас отделить макушку, да, и оставить пенек, и, возможно, пенек даст детку, и, возможно, макушка будет расти. Но орхидея Арксрей славится тем, что это орхидея самоубийца. И вы знаете, я радовалась тому, что я приобрела ее в подростках, и она у меня росла замечательно. Не было таких с ней проблем никогда, вот, да, вот, впервые она показала свою сущность, хотя, вот, да, казалось бы, она растет у меня давно, да, она уже привыкла в этом горшочке она давно, и ничего не предвещало беды, вот, ну, вот так вот случилось. Кстати, полива у нее не было давно, поэтому это точно не полив, это точно не какая-то влага, вы видите, тут абсолютно сухой горшочек, это точно не попадание влаги, и, знаете, единственное, на что я ссылаюсь, что сейчас на балкончике увеличилась температура, и, возможно, повышение температуры сыграло, да, вот эту роль в распространении вот этой вот, я так думаю, бактериальной гнили. В общем, давайте зачищать, смотреть, снимать лист, посмотрим, насколько глубоко поражение, и, возможно, ли спасти эту орхидею. Но прежде чем я начну ее чистить и реанимировать, так сказать, хочу вам показать еще одну свою красотку, так, не падать, я уже испугалась, что что-то упадет. Эту орхидею я взяла по оценочке, и я обещала, когда она восстановится, реанимируется, я ее подарю одному из своих зрителей. И вот сегодня настал этот день, у нее море корней в горшке, у нее наросло много новых листьев, у нее от шеечки, вот, смотрите, прям пучком корней в горшке, очень много корней, она в хорошем горшочке на фитильном поливе. И вот пришло время подарить ее одному из моих зрителей. Как вы сможете ее получить, узнаете в конце видео, так что оставайтесь со мной до конца и забирайте свою красотку. А я приступаю к зачистке орхидеи Аркс Рей. Честно, очень расстроена, но ничего не поделаешь, остается только работать с тем, что есть. Ну что, вот она моя яркая красавица, цветочки свежие, поэтому они достаточно яркие. Вообще у орхидеи Аркс Рей сильно выбирают цветы, и если выбирать из трех орхидей, аналог на Микки Кроун, Микки Кроун и Аркс Рей, я бы выбрала, конечно, Микки Кроун, или аналог на Микки Кроун. Аркс Рей сильно выгорает, и она теряется на их фоне. Поэтому, в общем, знаете, ну если она погибнет, я новую покупать точно не буду. У меня есть две достаточно яркие, хорошие орхидейки, за которыми не было замечено вообще вот таких вот проблем с самоуничтожением. Так, что я буду делать? Я сейчас вам поближе хочу показать, что произошло. Я так думаю, что вот эта вот вся чернота, видите, она идет изнутри. Бывает, гниль начинается как бы с поверхности, и ее можно зачистить. Но мне кажется, все пошло изнутри, поэтому я сразу не увидела. Это уже получается изнутри, когда вышла, вот эта вот вся гниль, вся вот эта вот желтизна, я это уже заметила. Очень быстро это все распространилось, как я уже сказала, потому что сейчас еще и увеличилась температура. У меня балкон южный, и здесь температура днем высокая. Я думаю, это сильно и спровоцировало вот это быстрое развитие. Так, сейчас для зачистки, сейчас я камеру поближе поставлю, чтобы вам было видно получше. Для зачистки у меня пинцет, естественно, ножнички специальные для орхидеи, да, с такими тоненькими носиками. Я взяла Максим, и я взяла перекись. Вот, перекись я буду обрабатывать во время зачистки, чтобы убирать черноту, а уже в конце буду обрабатывать Максимом. Начнем. Первым делом продезинфицирую инструменты. Вы знаете, я купила вот такую большую бутылку с перекисью водорода, и я еще даже не успела перелить ее в маленькую бутылочку. И вот это все произошло у меня, поэтому прям с большой сейчас смачиваю салфетку, да, и вот, собственно, протираю все инструменты, их дезинфицирую. После работы с такой орхидеей обязательно тоже нужно будет дезинфицировать инструменты. Потому что, может, забудете, потом где-то что-то резанете, и эта гниль будет на другой орхидеи, да, вот эти бактерии перенесете, эту инфекцию, и все пойдет на других растениях. Так, здесь, конечно же, листочек только снимать. Ковырять его, да, там зачищать нет никакого смысла, он уже пожелтел. Ага. Вот, снимаем. Здесь все черное, прям мокнущая черная гниль. Вот так вот это все выглядит ужасно. Вот. Но что радует верхняя часть, да, она чистая. Мягкая нет? Не мягкая. Так, придется, наверное, вообще срезать даже эту макушку и пытаться наращивать новые корни. Сейчас буду пытаться это все зачищать и убирать черноту. В прошлый раз, когда она у меня цвела, она у меня просто отсушила лист. Я еще подумала, наверное, там, где прорвался цветонос, да, прорвался цветонос, лист повредился, и она его отсушила. Никаких страшных побочных эффектов не было. И в прошлом году я еще помню, что я взяла для профилактики, пролила ее фунгицидным препаратом. В этом же году ничего не предвещало беды, и так резко просто раз, и все. Здесь тоже вот пропавший корень, прям сгнивший, он идет как раз с этого места. Вот, ладно, с корнем потом разберемся. Давайте попытаемся. Возьму пинцетик, мне не очень удобно на это все на камеру. Вот. И здесь прям труха, знаете, как будто пепел с костра. Здесь я наберу для удобства шприц. Вот так. И буду прям обрабатывать черноту. Мне надо, чтобы там все прошипело, чтобы я могла дальше чистить. Мне было видно, что чистить там внутри. Вот так. Сейчас прошипит, буквально минуточку постоит, расквасятся это все дело, продезинфицируется. И дальше буду чистить. Знаете, перекись меня всегда выручает в таких вопросах, когда речь идет о зачистке, да, о дезинфекции. Всегда использую перекись. Бывает такое, что даже под рукой нет фунгицидного препарата. Особенно, знаете, бывает, придешь в гости, увидишь там эту бедную зачухазную орхидею, где-нибудь там ее почистишь, что-то для нее сделаешь, обработаешь перекись сюда и уедешь. Приезжаешь, через какое-то время орхидея жива, еще и там, где обрабатывалась перекисью, растут новые корни. Поэтому это реально очень хороший дезинфектор и вспомогательный вот такой элемент для наших орхидеи. Еще очень хорошо опрыскивать орхидеи с перекисью, добавляя в пульверизатор на 1 литр воды 1 столовую ложку перекиси водорода. И прямо опрыскивать по листу. Это также идет и дезинфекция, и плюс обогащение кислородом. Орхидеи очень хорошо на это реагируют. Лист восстанавливается, тургор улучшается. Вот, и орхидеи реально чувствуют себя лучше. И также я, если посадки старые у меня, посадки которые в закрытой системе, я также проливаю с перекисью водороду, но концентрат делаю более такой, можно сказать, насыщенный. Примерно 2-3 столовые ложки добавляю и проливаю тоже грунт для улучшения субстрата. Так, тут уже все прошипело, пока я вам рассказывала. Можно пытаться дальше зачищать. Зачистить нужно до зеленой ткани, вот эту всю черноту. Нужно убрать. Здесь уже шейка идет такая, знаете, которая прям жесткая. Похожа на дерево. Вот, и нужно это все откорябать. Везде, где видите черное, нужно счистить. Она прям по кругу, там тоже идет дальше чернота. Ага, чтобы хорошо еще на камеру было видно, стараюсь. Думаю, заслуживаю ваш лайк. Кто еще не поставил, обязательно ставьте. Это помогает моему каналу развиваться. Больше людей увидят это видео, естественно, будут знать, как бороться с такой гнилью, как зачищать орхидейки, как их спасать. И что использовать для спасения. Так, разворачиваю и продолжаю зачищать с другой стороны. И здесь очень даже все плачевненько. Потому что здесь я прям откопала черную дыру. Вот, смотрите. И она внутри там вся как труха. Похоже, придется макушку обрезать и пытаться реанимировать. По-другому она просто догниет и все. Вся шея поражена по кругу. Очень жаль. Ну и в таких случаях первое, что нужно сделать, это, конечно же, отрезать цветонос. Отрежу, наверное, подлиннее. Для того, чтобы поставить можно было его в вазочку. Вот такой вот яркий красавчик. Дальше отрезаю саму орхидейку. Макушку. Оп. Да, она вся черная. Вся черная. Смотрите. Ужас. Просто-напросто. Буду сейчас зачищать и пенек. И вот верхнюю часть. Здесь мне нужно сохранить. Видите, вот растут молодые корешочки. Так, фокус-то где? Вот. И я хочу попытаться их все-таки не затронуть. Оставить аккуратненько. Чтобы оттуда потом пошли новые корни. Очень жаль, вы знаете, очень жаль. Ну, ничего не поделаешь. Ну, и, кстати, такое бывает же не только с Арксереем, да, и с другими орхидеями тоже такое бывает. Поэтому, да, в идеале, чтобы такое видео было на канале, как зачистить такой ситуации и, собственно, как вообще, чем обработать, да, вот что делать. Ну, что такое часто бывает. Ну, вот, будем пытаться спасти. Еще раз перекисью капну, чтобы здесь все прошипело. И на пенек в том числе вот здесь вот сейчас пусть дезинфицируется все. Так, так же еще протру ножнички с перекисью. Промокну. Так, и буду пытаться дальше, да, вот здесь еще и вижу черноту, пытаться ее до конца зачистить. Видите, она прям из глубины, как я и сказала, она прям чернота прям из центра идет. Вот, видите, прям из центра. На камеру хочется показать, как я это все вырезаю. Ну, в общем, по чуть-чуть, по чуть-чуть, маленькими такими порциями, для того, чтобы убрать всю черноту. Смотрите, здесь какая история. У нее осталось три листочка. Если я сейчас обрежу вот прям, как вам показать, вот прям вот так, я уже нарушу точку роста. Потому что точка роста, на самом деле, она находится внутри. Очень частая ошибка, когда пытаются, да, омолодить орхидею. Или вот, да, спасти ее от гнили. Слишком высоко отрезают. И орхидея разваливается, она пропадает. Вот нам нельзя все-таки нарушать вот эту часть, где она так вот, знаете, стала жесткая такая вот, как древесина. Вот, и нужно аккуратно ее попытаться зачистить и оставить эту часть. Если все срезать, вот, то последствия могут быть уже необратимые. Уже, может быть, все нарушено и спасению не подлежать. Вот, все. Все оттуда аккуратненько, аккуратненько, все черноту выдираем такими маленькими порциями. Не чикаем все сразу. Где-то можно дочистить пинцетиком. Ну, прям внутри там все, конечно. Может быть, даже уже и точка роста повреждена. Уже дошла оттуда гниль. Может быть, даже буквально за два дня она просто развалится. И все здесь, на этом все, вся история моего Арксерея закончится. Видите, ковыряю, а там дальше все черное-черное. Но если я обрежу, то все, уже на этом песенка будет спета. Надо эту часть оставить. Все-таки оставить. Ну, в общем, дальше, дальше резать я не могу. Вот. Я посмотрю завтра-послезавтра. Если там дальше будет чернеть, тогда, конечно, я еще клацну. Но пока это максимум, на что можно все-таки зачистить. Дальше уже идет повреждение внутренних мягких тканей. И орхидею будет еще сложнее спасти. Лучше завтра что-нибудь еще ей почищу, если буду наблюдать, что чернота распространяется. Так, с верхней частью пока все. Единственное, да, я еще капну перекиси вот так. И оставлю ее пока в покое. И буду чистить пенек. Так, буду чистить пенек. Мне здесь тоже нужно убрать всю вот эту вот часть с чернотой. Хотя здесь есть хороший корень, но все равно мне нужно эту часть всю срезать. Видите? А она вся прогнила. Вот, я отрезала достаточно большой черный кусок, а внутри опять черный. И это тоже нужно убрать. Кстати, вот, кто хочет из пенька вырастить детку, пенек вот тоже нужно зачищать. Мало, да, вот просто срезать макушку. Нужно очистить и пенек в том числе. Потому что гниль, она будет распространяться, особенно если вы нечаянно при поливе, там, водой попадете. Или еще там как-то, да, увлажните. Не, он весь прогнил. Он весь черный. Прям изнутри, видите? Все черное. Скорее всего, пенек уже не даст детку. Скорее всего, там все выгнило. Я специально даже вот так вот прям выкручивающими такими движениями делаю. Там все-все-все черное. Жалко, безумно. Хотя она у меня, да, по сути, она вот она на поверхности. Вот, ее шейка там чуть-чуть заглублена. И все. Ну ладно, попробую зачистить. Мало ли, вдруг детка получится. Все-таки. Здесь тоже, видите, чернота на листиках, она уже тоже начала желтеть. Вот. Тут уже что-то более или менее похоже на живое. Но здесь, знаете, шейка довольно-таки короткая. Здесь, я не знаю, даже сможет из этого что-то получиться. Немного я вот так вот ее отодвину. Посадка была довольно-таки высокая, если вы заметили. Шейка практически не заглублена. Вот. Поэтому гниль тоже не от того, что посадка какая-то была сырая или там. Нет, просто орхидея сама по себе вот такая. Такая уж доходяжечка. Вот. Здесь тоже зачищаю. Все настолько, насколько это возможно. Ну и, кстати, здесь сложно понять, фузариоз это или нет. Потому что есть, да, присутствует красный пигмент. Такой прям бордовый. Вот. Поэтому здесь сложно понять. Ну, скорее всего, просто такая орхидейка. Так. Здесь я дочистила, сколько смогла. Дальше нет смысла чистить. Потому что если я еще и дальше начну чистить, да, то там уже не из чего будет расти самой детки. Попробуем так вот оставить это все. Залила перекисью. Ну что, мои дорогие, вот такая грустная история. Остались от орхидейки рожки до ножки. Реально осталась вот такая вот макушка. Остались корни, которые, как мне кажется, нежизнеспособные. Потому что прогнила, да, получается, изнутри прогнила вся шея. Мне кажется, там до самого основания зачистила, насколько смогла, оставила. Пускай будет. Буквально я посмотрю, понаблюдаю неделю. Если она начнет дальше чернеть, я просто выкину, продезинфицирую горшок и посажу туда что-то другое. Вот. Здесь же с макушкой, так как у нас здесь нет корней, но очень хороший тургор. Я все-таки попытаюсь ее спасти. Но мало ли, я не могу же выкинуть ее в мусорку. Макушка на самом деле прекрасна. И если бы речь была не о орхидее Аркс Рей, то очень жизнеспособная. Вот любая другая орхидея выжила бы из вот такого состояния. По поводу Аркс Рея посмотрим, захочет он жить или нет. Я, конечно, приложу все свои усилия, чтобы ее спасти. И сейчас я буду эту орхидею замачивать, как мне кажется, в самом сильном средстве от грибковой и бактериальной гнили. Которая у меня лично, при моем опыте, справляется с гнилью на все, я не знаю, 100%. Даже орхидея, я вам сейчас покажу, которую, помните, мне подружка привезла с цветоносом из точки роста. Вот смотрите, она все равно пытается жить. Очень жаль, что это не детка, это цветонос. Скорее всего, она погибнет, но погибнет не потому, что неправильное лечение, а лишь потому, что она неправильно взяла и начала растить цветонос, а не детку. Если бы это была детка, она бы выжила. Но здесь, видите, больше неоткуда расти. Точка роста нарушена цветоносом, цветонос, а еще цветонос. Ну, в общем, вот такая история. Но вообще лечение было абсолютно правильное. И здесь, конечно, на ней я применю самую тяжелую артиллерию. Вот, самое сильное средство, которое я только знаю. Для того, чтобы, да, все-таки спасти это растение. Сейчас я тут немножечко приберусь. Вот, и начнем обработку. Итак, у меня уже все готово к обработке. Даже у орхидейки уже подсох срез. Я налила литр теплой, чистой, мягенькой водички и взяла свои супер мощные таблетки, которые реально справляются с любой гнилью. С бактериальной, с грибковой, даже с самой вот злой болячкой на орхидеях с фузариозом. Потому что была у меня такая трагедия, очень красивая орхидея пыталась заболеть и умереть. И я ее спасла именно метронидозолом. Надеюсь, что в случае с Арксреем эти таблетки тоже меня выручат, помогут. И эффект будет более длительный. И периодически, наверное, я все-таки, если она выживет, буду ее поливать с метронидозолом. Хотя бы раз в три месяца, чтобы эта инфекция не возобновлялась. Как я буду использовать метронидозол? На литр чистой, теплой водички я добавлю две таблетки. Я сделаю прям, знаете, такую сильную дозировку. Таблетка у меня по 250 грамм. Если у вас 500, то одну таблетку. Если у вас 250, то две таблетки. Я их сейчас прям внутри раздавлю, превращу в муку и всыплю в воду. Всыпаю прям такой мукой. Вот, хорошенечко высыпаю. Все-все-все содержимое. Хорошенько, естественно, размешиваю. Чем лучше размешаем, тем лучше таблетки растворятся. И, естественно, тем лучше будет эффективность. Вода теплая, примерно 30 градусов. Поэтому таблетки в ней растворяются. Если взять холодную воду, то растворение будет прямо минимальное. Так как это таблетки, все равно они содержат крахмал и немного хлопьев остается, ну, вы этого как бы не пугайтесь, не бойтесь. Все, что нужно, орхидея впитает и эффективность будет. Так, и сейчас эту красотку я опускаю. Специально взяла пошире, да, емкость, чтобы ее туда аккуратненько все-таки впихнуть, не ломая листочки. Вот таким вот аккуратненьким образом. Лист это очень плотный тургор, прям идеальный. Возможно, надо было даже еще шире взять емкость, чтобы ее туда окунуть. В общем, моя цель и листики намочить, и шейку в том числе. Сейчас уберу, наверное, до конца этот цветонос, он мешает, да, чтобы ее прям туда посадить. И она шейкой прямо окунулась в мой целебный раствор. Поэтому уберу еще короче, вот, и, собственно, нажму, и все, вот. Она будет там купаться. Естественно, чем больше она впитает воды с препаратом, тем лучше. Я орхидейку оставляю именно вот так вот в растворчике, да, когда шейка находится в растворе, примерно на 3 минуты. Больше смысла даже нету, потому что корней нету, впитывать нечем. Через 3 минуты я поставлю ее листьями в воду, шейка будет наверху. В общем, решение я буду принимать постепенно, так как у орхидеи совершенно нет корней, а сейчас, в принципе, довольно-таки жарко. Я думаю, что буду реанимировать эту орхидею или листьями в воду. Вот пока еще даже 100% я не решила. Или же я сделаю ей тепличку. Пока вот под вопросом, потому что в тепличке будет слишком жарко, так как сейчас вообще, в принципе, жарко. Вот, а листьями в воду, мне кажется, это более подходящий вариант, потому что тепличкой в идеале наращивать корни, когда прохладно, чтобы тепличкой создается, да, такой получается, ну, тепловой эффект. Вот, но в летний период в этой тепличке орхидея может свариться. Поэтому, скорее всего, я буду реанимировать ее листьями в воду. И она так и будет у меня стоять. Все вам буду показывать. Даже если она полностью сгниет и уйдет в мусорку, я вам тоже это обязательно покажу. Вот, все результаты я стараюсь показывать. Хорошие результаты я показываю, плохие результаты я показываю. Поэтому на моем канале максимально честные отзывы и о препаратах, и о реанимации, и о том, как чувствуют себя растения, и как они цветут, и от чего они цветут, и как они цветут. В общем, все-все-все стараюсь вам рассказывать, показывать и делиться своим опытом. В принципе, я оставляю ее в покое. И давайте перейдем с вами уже к орхидейке, которая вышла из реанимации, которая чувствует себя прекрасно и уже хочет поехать к своим новым хозяевам. И давайте, наконец-таки, перейдем уже к хорошему. И расскажу вам условия, при которых вы сможете получить эту красотку. Как и обещала, хочу подарить ее одному из своих зрителей. Орхидея прекрасная, она уже нарастила море корней, уже порадовала своим цветением, и это первое цветение после реанимации. А домашнее будет намного прекраснее, намного пышнее. И еще у нее есть краб на листьях. Я думаю, что в предках у нее есть шелериана, довольно-таки похожий ей цветочек и крабушки на листочках. В общем, она очень милая, и я думаю, что она порадует свою новую хозяйку, правда, пышным, красивым цветением. Очень достойный цветочек. Вот такая вот прелесть. Как вы сможете ее получить? Условия, на самом деле, как всегда, очень простые. И, естественно, вы должны быть подписчиком моего канала, и так как орхидея хрупкое, нежное растение, отправить я смогу его только по России, чтобы доставка была очень быстрая, и растение дошло в целости и сохранности. Обязательно подписаны на мой канал, лайк этому видео. Репост этого видео вы должны поделиться этим видео в своих соцсетях. В любой соцсетей, это может быть и ВКонтакте, и Одноклассники, можете просто поделиться со своими друзьями. И вот после того, как вы поделитесь этим видео, в комментариях указывайте хочу орхидею, город, из которого вы, и фамилию. Для того, чтобы я потом понимала, что вы реальный человек, и реально вы выиграли эту орхидею, потому что когда будем потом связываться, чтобы не нарваться на мошенников. Все очень просто. Условия, правда, на самом деле очень простые. Лайк, подписка, репост видео и комментарий. И все. Буквально через три дня я выберу через приложение из комментариев того, кто заберет эту орхидею. Все максимально просто. Поэтому пробуйте, участвуйте. Я думаю, что удача будет на вашей стороне. Ну а я буду заканчивать уже свое видео с этой прекрасной красоткой. Конечно, то, что Аркс Реги так себя проявил, мне неприятно. Но эта жизнь, такое бывает, никуда от этого не денешься. Ничего страшного. Возможно, получится реанимировать, возможно, нет. Но в любом случае это опыт, и я сделаю все возможное для того, чтобы его спасти. Ну а вы сделаете все возможное, чтобы выиграть эту орхидейку. Пишите свои комментарии, и уже через три дня орхидейка окажется у вас. Всем любви, всем удачи. Всем пока-пока.